ПЕСНЯ Святые места, независимо от времени, хранят в себе благодать Божью. Инкерманский свято-климентовский мужской монастырь свою историю начинает в глубокой древности и неразрывно связан с именем священномученика Климента, одного из первых христианских святых апостольского века. Он принял в Кесарии крещение от апостола Павла и за проповедническую деятельность и праведную жизнь был рукоположен апостолом Петром в епископы Рима. Он был популярен среди народа, и все большее число римлян становились христианами. В один из праздников Пасхи Климент обратил в христианство сразу более 400 человек. Правителю города Мамертину не понравилось, что народ не почитает римских богов. И в первом веке он ссылает его в каменоломни Инкермана со словами «Бог, которому ты служишь всем сердцем, да поможет тебе в изгнании». К тому времени сюда уже были сосланы более двух тысяч христиан, но огромную духовную силу Климента не смогли сломить ни изгнания, ни тяжелые работы по добыче и обработке камня. Он и здесь сплотил людей, проповедовал веру Христову. Он крестил в день по 500 человек, каторжников и людей, живущих в округе, основал десятки храмов. Один из них, считают, вырублен в отвесной скале самим Климентом, и сегодня назван его именем. Идешь по древним ступеням, прикасаешься к каменным стенам этого храма, молишься у алтаря, где молился Климент со своей паствой, и понимаешь, что время невластно над верой и духом человека. Каждый год 8 декабря в монастыре торжественно и многолюдно отмечают престольный праздник – День памяти священномученика Климента. Настоятель, насельники монастыря, священники, гости, приехавшие из разных благочинений Крыма, с волнениями и радостью, с цветами, хлебом, солью и песнопениями, встречали митрополита Симферопольского и Крымского, высокопресвященнейшего Лазаря. Ровно 20 лет назад по вашему благословению на разваленных этой обители была отслужена первая литургия. Просим вас и сегодня, в этот праздничный день, вознести ваши святые молитвы за святой обитель, за братью, о всех людях, о всех наших православных христианах. Дорогой Отец-наместник обители сей, дорогие отцы, паломники, радостью сердца окутана наше сегодня, когда мы переступили порог этой святой обители. Здесь чувствуется, что созидается благодать Господня. Как вы сказали, Отец-наместник, на базе этих развалин сегодня Господь призывает нас в паки и паки вознести свой ум к тому, в честь которого основана эта святая обитель. Святые священномученичек, именцы, моли Бога о нас. Мы и вступили в эту обитель с таким настроением, чтобы у престола Божия Он помянул каждого, кто будет возноситься умом и разумом в горе. Я сердечно всех вас поздравляю с этим прекрасным днем, прекрасным праздником и призываю к молитве. Митрополит Лазарь возглавил божественную литургию, которую провел во вновь возрожденном Свято-Троицком храме монастыря, где покоятся мощи святого Климента. Божий, Господи, сил и все отварьи Содителю, и же за милосердием без прикладной милости Твоей я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и победивый тем начало и власть тьмы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех позлобики нас, ищущих видимых и невидимых врагов. Пригвозди страху Твоему в плоти наше, и не уклони сердце наше, славеса или помощны не лукавствия. Господи помилуй! Священни и спасение душ наших, Господу помолимся! Господи помилуй! Несмотря на то, что монастырь находится вдалеке от жилых районов Инкермана, большой храм не мог вместить всех желающих в этот день помолиться, прославить имя верного служителя Богу, святого Климента. Люди молились и вокруг храма. Великий праздник, но еще больше великий святой. Я думаю, наших молитв еще недостаточно, чтобы прославить этого святого. Надо стремиться, надо открывать наши сердца, чтобы еще больше воздавать благодарение этому святому за покровительство над нами, над всей Русью, над всеми православными людьми, за покровение над всеми славянскими народами. Ведь Климент наш первый святой, который осветил нашу великую Русь, его мощами, великий князь Владимир внес на Русь, его мощами была освящена великая наша Русь. Надо об этом помнить и знать. Наверное, что монастырь до сих пор существует, преодолевая годы, века, это большое покровительство и желание Климента, чтобы святого Климента, чтобы он был, существовал. Конечно, конечно. И, конечно, заступничество и святителя Иннокентия, который хотел и добивался, и восстанавливал здесь монастырь. Это, безусловно, заступничество Климента, потому что нигде в мире, к сожалению, Климент так не почитаем, как у нас. И у нас, пожалуй, единственное место, вот наш монастырь является, где в любое время люди могут прийти и приложиться к его мощам. И это очень важно, потому что даже в Римской базилике такой возможности у людей нет. Мощи там скрыты, такого почитания он, как у нас, не имеет. И наш монастырь, это действительно, пользуясь покровительством Климента, предоставляет людям эту возможность прийти, помолиться, припасть, попросить помощи у Климента со своими нужными, со своими проблемами и получить эту помощь, что самое главное. В одном из самых старейших монастырей Крыма Сегодня престольный праздник. И сколько же людей, сколько солнца на темном небе за все эти дни взошло. Престольный праздник у столь древнего монастыря. Да, Лариса Федоровна, первый век христианства осветил своим присутствием здесь этот век святой священнобоченник Климат Римский. Этот великий подвижник, великий святитель, который, будучи язычником, через некоторое время по ходатайству и по молитвам святого апостола Петра становится ревношным христианином. Место сие, на котором мы стоим, как вы сказали, действительно она свята, она Богом благословена. Проходят года, проходят века, а память о великом угоднике Божьем, о священном ученике Клименти не проходит. Почему? Потому что те, которые сюда приходят, те, которые с верой и любовью припадают к нему, он сеет на скрижалях в сердцах ростки святого православия. Это святое православие благодаря этому утверждается, растет и приносит велию и пользу всем нам верующим христианам. Дай Бог, чтобы эта обитель крепкала, а она так и есть. Мы видим, что вокруг созидается то, что необходимо, ремонтируется то, что не отремонтировано. Народ наш любит, это святой обитель, это самое главное. Я вас всех поздравляю, поздравляю также мою дорогую пасту и желаю многих прекрасных всех лет жизни. Не забывайте подвиги святых, потому что это те зерна, которые дают нам возможность вкусить то, о чем Господь сказал. Ждет вас всех, дорогие братья и сестры Царства Небесных. В этот же день после богослужения был совершен крестный ход с хоругвями, песнопениями, с ракой, в которой покоятся мощи святителя Климента, священнослужители, монахи, многочисленные паства во главе с митрополитом Лазарем, обошли крестным ходом все храмы, монастыря, помолились, прославляя святого Климента. Удивительная история обретения мощей святого Климента почти через 8 столетий после его смерти. Известно, что святого Климента за подвижническую деятельность, о которой дошли слухи до римского кесаря Трояна, решили тайно казнить. В казачьей бухте, привязав якорь к шее, чтобы тело его не досталось христианам, бросили в море. Так в 101 году погиб епископ Климент. В 861 году у Херсонес прибыли святые братья Кирилл и Мефодий. Они обратились к архиепископу Херсонеса Георгию с просьбой помочь им обрести святые мощи Климента. По усердным молитвам всего Клира и граждан Херсонеса Господь явил им мощи святого Климента. А святые Кирилл и Мефодий, покидая Херсонес, взяли с собой часть мощей и доставили их в Рим, где они по сей день находятся в базилике святого Климента. Сами же мощи остались достоянием града Херсонеса. После крещения князь Владимир испросил себе в благословение часть святых мощей и честную голову святого Климента, привез их в Киев и положил их в Богородичной Десятичной Церкви. На Руси, только что принявшей крещение, еще не было русских святых, и священномученик Климент стал первым и на какое-то время единственным покровителем Древней Руси. В многовековой истории монастыря много печальных страниц. Его разрушали турки, захватившие в 15 веке Крым. Потом, после возрождения, он опять был частично разрушен и полностью разграблен англичанами в Крымской войне. Опять восстановлен. В 1910 году была открыта церковно-приходская школа для мальчиков. Перед революцией число братьев выросло до 147 человек. Монастырь отстраивался, благоустраивался и расширялся. Но революция вновь разрушила его до основания. Всегда оставался целым и невредимым на протяжении веков лишь скальный храм святителя Климента. И лишь с 1991 года начинается возрождение обители. И сегодня сияют кресты на куполах новых заново отстроенных храмов, часовен. Сегодня возрождены скиты, кеновии Свято-Климентского монастыря. В них не гаснут лампады и не прекращаются молитвы и службы во славу Господа и святых веры в Христовы. Богословы считают, что прославляя святых мучеников, мы реально входим в их славу. Господи, Сирий, Славы Богу! Субтитры создавал DimaTorzok